У вас, прочитал ваш вопрос, и, собственно говоря, хотел бы дать на него ответ. Вы говорите, что у вас именно сегодня появились первые мысли о святых видео, и здесь сразу возникает такой вопрос к вам, почему именно сегодня, вот именно сегодня, почему, что навело вас на эти мысли именно в этот день, может быть, какие-то события, может быть, какие-то моменты в вашей жизни, может быть, что-то еще, потому что не могли они появиться просто так. Далее, выпечатаю, что я сдаюсь. Насчет этого могу вам сказать так, что вы именно ошибаетесь в том, что боретесь и думаете, что борьбой вы чего-то добьетесь. Собственно, в том ваша и проблема, что вы пытаетесь бороться, пытаетесь подавить свои чувства, свои эмоции по поводу молодого человека, вы пытаетесь это подавить, тогда как подавлять это не нужно, а напротив нужно позволять себе чувствовать то, что вы хотите. То есть позволить себе желать того, что вам нужно, желать честно, без обмана, желать так, чтобы в это не были замешаны другие люди. Понимаете? Вот это, пожалуйста, ключевой момент в том, что вам больно и в том, что вы сдаёте. Понимаете? То есть ваша ошибка именно в том, что вы боретесь, подавляете свои желания. Это неправильно. Далее. Мне больно. Почти вы. А вопрос. Почему больно? Вот именно боль откуда у вас? Вы говорите, вот молодой человек, значит, после полутора лет, как мы с ним встречались, да, были вместе, после полутора лет, молодой человек нашёл другую. Спустя, значит, две недели, и вы говорите, что я не могу это выдержать. Я не могу этого выдержать. Почти вы. Вопрос к вам. Почему? Почему? Почему вы не можете этого выдержать, если вы своего молодого человека любите? Если вы действительно хотите, чтобы у молодого человека всё было хорошо, если вы действительно делаете ему счастье, и вы расстались после полутора лет отношений, то его вступление в отношения с другой, это вполне нормально, это вполне естественно. С вами отношения завершились, завершились на эмоциональном уровне они скорее ещё раньше, вот. Ну, то есть не момент же вашего расставания, они завершились правильно, я надеюсь, вы это понимаете. Вы говорите, я не могу это выдержать. Не можете выдержать что? То, что вы расстались, или то, что нашёл другую. Понимаете? Если вы не можете выдержать то, что вы расстались, то есть, это означает, что вместе с ним от вас ушли средства реализации своих определённых потребностей, которые у вас есть. То есть, вот, может быть, это привычки, может быть, это что-то ещё, вот, то есть, но скорее всего, скорее всего, это именно определённые, это именно определённые потребности. У вас, это именно у вас определённые потребности, вот. Поэтому здесь, здесь, я думаю, нужно вот в этом, именно в этом, стараться себе, как можно, чётко отдавать отчёт. Всё. Там, потому что, вам нужно, ну, я понимаю, что если вы не можете перейдеть на расставание, это ваши привычки, ваша потребность, ну, и на основе неё образуется зависимость. Вот. Далее. Значит, если мы говорим о том, что вам тяжело пережить, например, именно то, что он нашёл другую, то это уже означает немножечко иное. это уже означает то, что вы получили для, ну, скажем так, себя, вот, вы почувствовали, что ваше представление о себе, ваше представление о себе, из-за этого, из-за вот этой ситуации поменялись. То есть, либо была у вас возможность, либо была у вас надежда на то, что вы будете всё-таки вместе, с ним ищем, то есть, что расставание не уничтожило окончательно ваши отношения. Вот. Либо вы, правда, стали думать о себе хуже в этой ситуации. Вот. То есть, здесь вот, в принципе, такие вот варианты могут быть только. Значит. Значит. Далее. Вы пишите. Я не могу это выдержать. Не можете. Почему? Вот понимаете, вы задаете вопрос. Определённый вопрос. Но вы не раскрываете сути. То есть, вы говорите, я не могу выдержать этого, но что выдержать вы не можете, почему именно выдержать вы этого не можете, ну, не совсем понятно, не совсем понятно, не совсем ясно. Вот. Далее, вы говорите, как выйти из депрессии. Если у вас действительно депрессия именно, если у вас прям вот, ну, по-настоящему депрессия, то в этом случае, при наличии депрессии у вас, я бы рекомендовал, как и сказали мои коллеги, в первую очередь обращаться именно к врачам, потому что именно врачи выведут вас из депрессии, ну, из состояния депрессии. Вы говорите, как, надо сказать, пережить неразделённую любовь. Вопрос, значит, это следующее. Какие установки ваши, какие ваши установки, ага, значит, стимулируют вас к тому, чтобы любовь разделять с кем-либо? То есть, зачем вам любовь разделять? Какие потребности, опять-таки, какие потребности вы пытаетесь удовлетворить через разделение любви? Любовь, это, знаете, то, что есть у одного человека, но то, что может не быть у другого человека, и это нормально. А вы, вы как будто нуждаетесь именно в том, чтобы ваша любовь обязательно разделили, чтобы вам обязательно давали обратную связь. Зачем? Для чего? Какие потребности в этом у вас? Далее, раньше у меня не было депрессии, ну, вы знаете, аноним, у всех так. У кого-то, у всех депрессор бывает впервые раз. Холодой человек поступил ужасно, но я не могу его разлюбить. А почему он поступил ужасно-то? В чем ужас его поступка? Он расстался с вами. Ну, в конце концов, полтора года – это не такой большой срок. Люди по 5, по 6, по 7 лет встречаются. Что именно молодой человек сделал ужасного? Вот если бы он вам изменил, если бы, например, он вам, допустим, начали бы встречаться с другой девушкой, например, еще находясь с вами. Вот это да, это ужасный поступок, согласен. А здесь, в чем его ужас? В чем ужас поступка человека? По-моему, все довольно честно получилось. Вы с ним расстались, и он начал обнажение другой девочкой. Конечно, с психологической точки зрения это не очень правильно, потому что нужно было для начала ему пережить отношения с вами, ну, хотя бы до конца. В другой стране, может быть, он их и прижил, мы этого не знаем. Но в любом случае, если вы говорите, что его поведение, если вы говорите, что его поступок ужасный, то надо бы определить, чем именно он ужасный. Потому что пока ничего ужасного в его поступке я не вижу. То, что это ужасно для вас, это я понимаю. Я понимаю, но это ужасно именно для вас, потому что вы из-за этого что-то потеряли для себя. Это в вашем контексте подобная вещь ужасно. Здесь я согласен. Но не нужно думать, что ваше восприятие определяет то, насколько молодой человек поступил ужасно объективно. Далее, вы говорите, я не могу никак его разлюбить. Здесь момент такой. Нельзя, как вы, наверное, знаете, полюбить по желанию и разлюбить, соответственно, по желанию то, что нельзя. Это невозможно. Поэтому вам нужно не стараться его разлюбить, а отсеять от любви, от чувства любви, которое у вас безусловно есть к нему, отсеять от чувства любви то ненужное, что делает вас несчастным. Например. Вот это куда более важно. И если вы на этом будете заострять свое внимание, если вы не будете пытаться разлюбить его, то есть по сути демонизировать, принизить и так далее, говорить, как он плохой и т.д. А если вы будете акцентировать свое внимание именно на том, чего хотите вы и что нужно вам, и что из этого вы должны удовлетворять самостоятельно, а что из этого можно разделить с другими, если вы станете более самостоятельной и самодостаточной в отношениях и в отношениях. Как вам и сказала моя коллега насчет того, что вы себя обесцениваете, то и не придется тогда никого забывать. Я полагаю, что это совершенный, совершенно очевидный факт. Так, ну здесь вот можно сказать, ну вот об этом. Далее, друзья, со мной спортом я занимаюсь и работаю, но я так уже устану о нем думать. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, а вот вы о нем думаете в контексте чего? Вот вы думаете о нем, но он же счастлив получается. У него есть сейчас девочка. Ему хорошо, он доволен, наверное, ну, наверное, наверное, я не знаю, ну, наверное, доволен. Вот, у него есть девочка. Ему, ему хорошо. Вы думаете о нем в контексте своих потребностей. В контексте, может быть, своего страха о сосадной, например. Это пока еще не известно. Это нужно разбирать, выяснять. Но, тем не менее, тем не менее, вы думаете о нем в контексте своих потребностей. Вот, и давайте попробуем подумать, что это у вас за потребность. Более конкретизируйте то, что с вами происходит. Вы сейчас как бы говорите, что молодой человек должен быть с вами, потому что вы этого хотите. Должен. Правда? На самом деле он не должен. И то, что вы хотите, вам нужно удовлетворяться самостоятельно. А вот что для этого нужно, это уже большой вопрос. Вообще, как правило, это личностный рост. Личностный рост, это личные границы ваши. Ваши собственные границы. И ответственность. Ваша ответственность и его ответственность. Ну и вообще ответственность других людей. Любых. Вот. Далее. Собственно, а из-за чего достались с молодым человеком-то вы? И для чего? Ну вот. По факту. Какая была причина расставания? Правильно ли вы ее для себя отрефлексировали? Эту причину расставания? Понимаете ли вы ее или не хотите понимать? Это тоже очень важно. Потому что такое ощущение, что молодой человек, он живет дальше, а вы нет. И вы обвиняете его за то, что он дальше живет. Вот так получается. Это опять же позиция, не то чтобы неправильная. Это позиция, которая в первую очередь, понимаете, вредит вам. А не ему это постарайтесь понять для себя. Так вот, цена постоянно вспоминать о нем и раз в неделю рыбать в подушку. Ну, раз в неделю рыбать в подушку, это еще не так много. Люди вообще каждый день плачут. Вот это вот, на мой взгляд, действительно проблема. А у вас еще все неплохо. Вот. Может быть, это и хорошо, что вы плачете раз в неделю в подушку. Вообще, плакать надо, и эмоции свои проявлять тоже надо. И вообще, вот это вот, на мой взгляд, определенная проблема у вас, как мне видится. Потому что вы как-то запрещаете себе почему-то проявлять эмоции. Вы запрещаете себе чувствовать. А что плохого в следах, а? Что плохого в том, что, эээ, значит, эээ, в ваших судьбах, которые вы пытаетесь побороть. Говоря о том, что вам тяжело сейчас. Потому что вы не привыкли свои потребности реализовывать через свои собственные силы. Вы не умеете этого делать. Вот из-за этого вся ваша проблема, скорее всего, и возникает. Кроме того, если вы ведете себя таким образом, то молодой человек, скорее всего, чувствовал, что вы в нем нуждаетесь куда больше, куда сильнее, чем, например, он вас. И из-за этого, из-за того, что, ну, вот, из-за того, что он чувствует вашу нужду в нем, ага, он ощущает давление на себя с вашей стороны, что вы от него требуете того, чего он вам может, ну, может и не дать, может и не захотеть дать. И так далее. То есть, ситуация, именно в этом заключается. В том, что, как вы выстраиваете себя в отношениях, какая у вас позиция в отношениях, какая у вас модель поведения женского в отношениях, и устраивает ли эта модель женского поведения мужчину, собственно говоря. Потому что, вот, пока можно сделать вывод о том, что нет, не устраивает. Но вопрос в том, насколько вы, как бы, к этому прислушиваетесь и насколько вас это волнует, это вот тоже, на мой взгляд, довольно важный момент. Вот. Значит, вот, вот, так вот, я думаю, можно, можно вам ответить на ваш вопрос. Именно так. И, полагаем, что здесь необходимо действовать в двух направлениях. Первое направление – это то, что вы обращаетесь к врачу, к психотерапевту, чтобы он вам диагностировал депрессию и назначил лечение от депрессии. А второе направление – это работа с психологом по личностному росту, по личностному развитию, по осознаванию и правильному удовлетворению ваших потребностей. И, тем самым, постепенное снижение вот этого вот вашего уровня зависимости от молодого человека. Кроме того, нужно понимать, что зависимость, зависимость, она никогда не появляется вот просто так. То есть, вот, взяла и появилась. Она была с вами всегда. А это значит, что проблема, вероятно, куда глубже. И не в молодом человеке дело, а в ваших родительских отношениях, в ваших детских переживаниях, может быть, комплексах и так далее. То есть, вот это все нужно учитывать, если мы с вами хотим помочь вам избавиться от депрессии и от зависимости. То есть, быть, как бы, более свободным, да? Вот. Для этого нужно работать. Поэтому, сперва, психотерапевту, врачу, желательно научный прием, а потом психологу для работы по всем этим направлениям, о которых я вам сказал. И вот за временем все наладится. Ну, что поделать, если вы оказались в такой ситуации. Извините себя за это не надо, но нужно что-то делать. То, что вы задали нам вопрос здесь, это хорошо, но это только в первые часа. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас дополнительные остались ко мне, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!